Александр Евгеньевич, пожалуйста, Ваш комментарий к сегодняшней игре. Но если по игре по первому тайму, минут 20-25, наверное, привыкали к полю, отскок, движения, все другие, ближе к концу первого тайма, освоились, достаточно неплохо к концу первого тайма проиграли. И в перерыве было сказано, что немножко нужно было прибавить впереди, создавать напряжение на защитнику соперника. В принципе, за счет этого и мы получили преимущество во втором тайме. Хотелось бы, чтобы второй волк забили, но не получилось. Концовки немного сели, понятно, что ребята удержали, старались играть. И здесь давление на наши ворота было. В целом, доволен результатом и содержанием. Пожалуйста, вопрос. Сейчас факел находится на втором месте. До Тула довольно серьезное отставание есть. Насколько Вам важно все-таки выйти в ФНЛ или остаться на втором линию? Задача у нас однозначно стоять и мы будем до конца бороться с тем, что получится или нет. Другой вопрос. Пожалуйста, вопрос. В случае сегодня с отмененными голами, насколько объективно было принято решение по Вашему мнению? Ну, я еще не смотрел эти моменты. Я у защитников спросил, что касаемо первого мяча, там наш защитник, который играл в подкате, Гермашов Алексей, сказал, что мяч вышел. А по вне игре я еще не смотрел. Федор Викторович, пожалуйста, Ваш краткий комментарий с сегодняшней игры. Проигрыш 1-0. Можно сказать, что катастрофа какая-то у нас происходит. Вот это вот отрезок этого чемпионата, где по воле кандаре мы принимаем единый на выезды к лидерам нашего чемпионата. Ну, пока не в наш архив защитник. Обидно? Обидно, правда. Пожалуйста, вопрос. По качеству игры сегодня что-то с такой ощущениями не так может быть произошло. Где-то был и прием не очень хороший, 2-3 касания. И с передачами как-то тугу шло не так, как обычно. В чем причина? Ребята разогновались после тула. Есть такой момент, что игра на живом поле очень сильно выкашивает у нас народ и силой. Временного восстановления очень мало. Да, где-то, может быть, в конце минут 20-15 смогли нарезать сопернику единоборство. Получилось несколько опасных моментов, которые привели к забитым голам, но почему-то отмедленные. Опять же, я не знаю, хочу вас спросить, а в наши ворота был в Ниграх? Кто не смотрел еще? Вообще-то, как бы, вы смотрели, нет. Ну, значит, поставлен штрафной, непонятный. А так, по нападающим, конечно, когда в бойную позицию выходит, центр форвард, и не забивает, тоже претензии. Не ожидали, что в этой игре будет много моментов. Но то, что будет, надо подойти очень ответственно и реализовать. Пожалуйста, вопросы еще. Теперь психология команды. Липецк пока еще неизвестно, как сыграл, но вполне возможно нас обогнал. Как теперь настраивались команды, чтобы в дальнейшем матче после этих поражений? Ну, как мне сказали, что и Липецк, и Соков, и все, кто там на колесе сетель проиграли, в том числе, в игре. Вроде как, ничего не изменило. А вот опять, благодаря фортуне, удаче, но это не дает на поводу расслабляться. Потому что закон жизни никто не отменял. Все проекта, деньги, все проекта, отношения. Пожалуйста, еще вопрос. По лазареву, по состоянию нашей команды, оптимальный сотрудник следующий. Очень строго, звучащий, да. Сейчас в Саратов поедем дублерами. Такая не радостная картина.